Денис, приветствую тебя! Привет! На совместном очередном видео фундаментального и технического анализа и оценке самых интересных возможностей, которые лично мы с тобой субъективно видим в данный момент на площадках. Сегодня предлагаю разобрать динамику евро и обратить внимание на золото. Кстати говоря, золото на прошлой неделе точно был рекордсменом по движениям, у нас переписи локальных максимумов. Я думаю, что это еще не предел, не потолок для в целом долгосрочных ожиданий по золоту. Если кого-то интересуют долгосрочные посылы, опять же, на нашем канале на YouTube, а Маркетс, есть ролик, который посвящен специально именно золоту. Ну что, сегодня давай тогда непосредственно ко мне, с меня классический, начнем. Только демонстрация экрана. Так, сегодня, с точки зрения фундамента, денечек обещает быть интересным. Даже сейчас по динамике ряда финансовых инструментов мы видим то, что волатильность держится на порядок выше даже среднего значения. Сегодня в 19.30 выступление Джерома Паула в Конгрессе. Оно должно быть интересно тем, что Паула не только отчитается о том, как расходовались средства прошлых мер поддержки от Федрезерва и еще от властей, но и должен, конечно же, намекнуть рынку, как регулятор планирует поддерживать экономику дальше. Это сейчас очень важно, потому что, думаю, все следят за новостями. И сейчас только ленивый не говорит о второй волне коронавируса. И действительно, по оценке той же самой статистики Джона Хопкинса, Сельского центра, сейчас мы видим перепись пиковых значений, которые наблюдались в апреле. Ситуация ухудшается, и игнорировать этот фонд ни в коем случае нельзя. Первая идея, которую я хочу предложить сегодня, это идея по евро-доллару. И покупка, точнее, работа через отложку селл-лимит с уровня 1.12.50. Сейчас евро-доллар в моменте котируется на отметке 1.12.21. Эта идея основана на ожиданиях того, что американская валюта, которая, если оценивать динамику индекса, сейчас неплохо себя чувствует, подрастает даже, может, в моменте. Смотрите, хотя я уже переключился. 97.58 сейчас по индексу доллара. И я допускаю то, что восходящее движение по американской валюте, оно сохранится и дальше. Потому что я, пожалуй, отношусь к тем трейдерам, которые считают, что сегодня ФРС не будет анонсировать каких-то конкретных дополнительных мер поддержки и им предпочтет занять выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как отработали и отрабатывают прошлые стимулы. Все мы знаем вот эту извечную, ну не то чтобы извечную, а уже долгое время актуальную проблему для доллара. Почему в него не верят? Потому что считают, что в экономику столько уже влито было долларов, столько триллионов уже запихнули в эту финансовую систему. Поэтому и ежу якобы понятно, что дальше будут риски инфляции, которые в конце концов приведут к девальвации доллара. Я считаю, что не все так просто. И ФРС, конечно же, лучше многих из нас видит все эти риски и знает, как с ними работать. Сегодня я считаю, что нет какой-то особой необходимости, чтобы дополнительно полить из вот этих долларовых пушек, потому что экономика по отдельным статистическим отчетам вроде бы как встала на путь восстановления. Мы помним последние данные по рознице, по заказам товара длительного пользования, по личным расходам, вчерашний отчет по рынку недвижимости, незавершенные продажи, скачок там больше, чем на 40%. Ну, серьезный прирост. И на эту статистику сегодня ПАУ должен опираться, чтобы оправдать, опять же, и объяснить, почему ФРС пока что держит руку на пульсе, но не собирается анонсировать пакеты дополнительные на триллионы долларов. Я полагаю, что на такой риторике индекс доллара сегодня неплохо подрастет. Ну или ладно, опустим слово «неплохо», просто подрастет. И в случае укрепления позиции доллара риск, соответственно, после определенной волатильности должен пойти ниже. По евро-доллару я смотрю вниз с текущих значений шортить, наверное, рискованно. Допускаю, что будет отскок как раз к уровню сопротивления 1.1250, и уже оттуда можно будет рассматривать возможность для села. И что касается второй идеи, это идея по тому, что сейчас у нас происходит на рынке золота. 1.771 доллара за тройскую лунцию в моменте дают. Сделка тоже простая через отложку, только уже не селлимит, а байлимит. Я допускаю то, что сегодня на, опять же, всплеске волатильности золота может дать небольшую коррекцию вниз, вот как раз к скользящей средней, вот к поддержке 1.760. И думаю, что байлимит как раз можно будет засунуть именно на эту отметку. То есть в случае, если этот ордер сработает, стоп-лосс можно поставить на уровень 1.751, и ждать уже восстановления дальнейшего золота, хоть выше 1780. По золоту идея простая. Золото растет не просто так, а потому что, пожалуй, остается единственным активом, который логично отработает, это факт ухудшения ситуации вокруг коронавируса. И поскольку нету проблесков сейчас каких-то позитивных вестей, и причин, из-за которых можно было бы сейчас гасить вот эти панические настроения, я думаю, что золото будет только от этого выигрывать. Это классический защитный актив, который находится в восходящем тренде. И если чуть-чуть развить вот эту спираль рассуждений, что золото может случиться дальше, то на фоне уже запущенных мер поддержки со стороны Центральных банков, возможно, действительно, через какое-то время, через год, может быть, позже, мы столкнемся с последствиями в виде роста инфляции. И золото будет одним из тех инструментов, которые позволят с этими рисками работать. Ну а сегодня я также предлагаю следить за тем, как развивается ситуация вокруг коронавируса, не только за выступлением Паула, и, соответственно, настраиваться на усиление позиций и этого актива тоже. Денис, слово тебе передаю. Так, отлично. Слово взял. Сейчас демонстрацию сделаю. Супер, меня должно быть уже видно. Так, значит, ситуация по евро. Я еще вот сегодня утром, собственно, был в покупках. Вот, сейчас в них благополучно выскочил, потому что, честно, до конца у меня вот эта вот картина, ну, не совсем понятно, что пытаются сделать. Дело в том, что если смотреть вот такое среднесрочное движение, которое еще с начала мая началось вверх, то, по большому счету, что у нас есть? Под эпоху есть крупные накопления, сейчас, в принципе, цена прямо находится в диапазоне этого накопления. А также я еще такую маленькую штучку дочертил, как трендовую линию, вспомогательная трендовая линия, которая частенько подсказывает нам о возможной изменении тенденции и, следовательно, сейчас вот прямо цена ее буквально онлайн, можно сказать, пробивает. Единственное, закрепления, да, пока не было. Ее грызли на прошлой неделе дважды, пытались ее вниз пробить. На этой неделе вот вчера подходили, пока не с первого раза не получилось, вот сейчас могут. Если это все-таки произойдет, то я считаю, что евро выберет движение по данному наклонному каналу вниз и с целью в районе, ну, если округлить, то примерно 1,11. То есть это будет тогда самая ближайшая цель падения. Вот. Сейчас это тот самый случай, когда вот реально 50 на 50. То есть тем более, учитывая то, что на протяжении двух предыдущих недель у нас вот прошлой недельной ключевой накопления есть недели позапрошлой недели, вот, то фактически евро никуда таки не вышло. То есть, ну, я жутко не люблю вот такие вот движения. Вы уж знаете, или в одну сторону давайте, или в другую. А так когда он на протяжении уже вот трех недель просто в одном, причем очень узком диапазоне, там, что около 120 или 130 пунктов, ну, это как бы немножко нелепо даже. Вот. Поэтому, да, я думаю, сегодня разрулиться, тем более на этой неделе у нас может стоять сокращенный день из-за того, что в субботу день независимости США, в пятницу, соответственно, они не торгуют выходной день. Экспирация даже опционов месячных пройдет вместо пятницы в четверг, поэтому, я думаю, сейчас подгоняют хвосты. Нижние границы, вот я смотрю, опционные, они вот прям кучки вот так вот собрались вот здесь в районе 1, 10, 70, поэтому, в принципе, ну, склоняюсь к варианту, что могут попытаться сделать нам вот такую бяку, то есть вниз все-таки прострелить все вот это накопление, которое сделали. Вот. Есть у меня и сценарий выроста, но для роста, чтобы он действительно состоялся, нужно, чтобы хоть какую-то более-менее значимую кульминацию здесь нарисовали. Но пока что я что-то ее и близко не наблюдаю. По факту имеем только вот свечу фактически проталкивающую вниз, к ней же был ретест и снова реакция вниз. Поэтому, по большому счету, пока разворотной комбинации я абсолютно здесь не наблюдаю. Потому что у меня есть вариант, что могут обвалиться в район 1,11. Что касается золота, здесь я придерживаюсь, у меня был основной сценарий еще с понедельника. Заключается он в том, что движение вверх у нас пока в приоритете, то есть его слома не было. Тот крупный объем, который цена показала нам еще в пятницу, то есть это был откупной объем и достаточно красиво вынесли те, кто здесь на пробой этой зоны пытался работать в продаже. Достаточно красиво всех выбросили вверх, поэтому в идеале, что еще делается одна фаза накопления, добивает выше и район 1790, 1795, ну и в том числе вплоть до 1800, я считаю, потенциально максимально сильными с точки зрения сопротивления, а оттуда уже буду смотреть действительно вероятность для коррекции. То есть в среднем вот такая вот тенденция очень часто в принципе это происходит, его, некоторые там называют расширящийся треугольник, то еще как-нибудь, но я предпочитаю это просто называть на самом деле самый обыкновенный канал, то есть у него есть вот и нижняя граница тоже направлена вверх, если только под небольшим таким углом, поэтому по большому счету верхнюю границу я думаю, здесь запросто могут еще пощупать, увидеть, поэтому вот диапазон в сочетании с маршинальной зоной, в сочетании с дополнительной половинкой, то есть одной-второй маржи и также здесь еще и недельные границы рынка тоже находятся, поэтому если добьют сюда, то диапазон если его округлить это 1790-1800, я считаю максимально сильным и интересным с точки зрения поиска продаж. С текущих, пока цена не закрепится в район 1745, дергаться на продажи я вообще здесь не советую, потому что опять-таки пытаться поймать здесь какой-то максимум и импульс вниз повезет, не повезет, у нас в чате активных трейдеров уже несколько человек, ну раз пять, наверное, пытаются поймать продажи, но результат в принципе абсолютно одинаковый получается, поэтому я предлагаю дождаться вот этой зоны все-таки и потом уже принимать какое-то решение после кульминации, потому что пока что ее здесь просто нету, точно так же, как и по евро, давайте уже дождемся пока оно хотя бы либо кульминацию покажет, тогда будем входить снова на покупки, либо если продолжать валиться вниз, пока что действительно изменение вот этого тенденции и увеличение общей коррекции, тогда будем ждать вроде маржинальной зонки на 1.11. Денис, спасибо тебе за комментарии, ну что, давай традиционно следить за тем, как рынок себя повезет, рекомендации мы дали, мы вместе с вами, друзья, смотрим за тем, что происходит, повторюсь, что сегодня в 19.30 выступление Паула, по аналогии с его прошлым выступлением в Конгрессе, волатильность будет неплохой, контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов, в общем, классические правила риск-менеджмента, это как всегда. Денис, тебе, хорошая торговая сессия, отработки сегодняшнего дня, увидимся с тобой в следующий четверг, пока. Да, взаимно, пока-пока, до четверга.